Четыре компании финалистов приехали пропитаться волжским духом и внести свою лепту в преображение одной из самых знаковых площадок Самары – космического стадиона. Георг Керн, представитель немецкой фирмы, видит большие возможности для воплощения своих идей и творческих замыслов. Мы, если беремся за дело, значит мы видим потенциал. Это очень интересный объект, у которого колоссальные перспективы для развития. Особенно это интересно, потому что сейчас он фактически не развит. Архитекторам есть где развернуться. Площадь, прилегающая к стадиону территории, может вместить в себя девять таких же спортивных комплексов. За время подготовки к Мундиале предлагали немало идей ее использования. Планировалось разместить здесь и крупные спортивные кластеры, научно-образовательный центр и телебашни. Рассматривали развлекательные и сугубо коммерческие направления. Но так ни на одной из идей остановиться и не смогли. Поэтому приняли решение привлечь международных экспертов. Территория будет осваиваться комплексно и в достаточно короткие сроки. А регион получит от этого, во-первых, дополнительные налоговые поступления, а во-вторых, новую территорию, где будет комфортно, которая станет настоящим бриллиантом для Самарско-Тольяттиской эггломерации. Будущее знаковой для города площадки с архитекторами-финалистами обсудила и глава Самары Елена Лапушкина. Пространство у стадиона может стать многофункциональным центром притяжения горожан. Здесь могут появиться выставочные пространства, культурные, спортивные, развлекательные и деловые центры. Но главное, отметила глава города, что территория должна отражать характер Самары. Город имеет свой характер, и я надеюсь, что когда вы будете делать свои работы, вы этот характер прочувствуете и поймете. Самый лучший рецепт, который я могу вам дать для победы в этом конкурсе, это полюбить наш город и почувствовать его и наших жителей. Эта территория должна быть, в моем понимании, как главой города, новаторская. Мне хочется, чтобы эта территория была уникальной и единственной, чтобы все к Самару говорили, а, это там, где стадион Самара-Арена и прилегающая территория, чтобы это была территория, узнаваемая во всем мире. В программе делегации архитекторов не только визит на территорию Самара-Арены, но и пешеходные прогулки по центру Самары, посещение туристических комплексов и встречи с коллегами из Самарского государственного технического университета. Теперь у финалистов есть время, чтобы завершить создание своих итоговых конкурсных проектов, отразив в них пожелания городских и региональных властей и сдать их до 4 сентября. Абсолютного победителя жюри определит до конца сентября 2020 года. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.